Друзья, привет! Приветствую вас на канале Немецкий язык по плейлистам с нуля. Мы с вами продолжаем наш плейлист и наш список глаголов. Итак, далее. Учить, учиться. Значит, по умолчанию с вами используем глагол lernen. К примеру, мы живем и учимся. Мы живем. Живем. Далее. Я изучаю немецкий каждый день. Дословно, я изучаю. Я изучаю. Немецкий каждый день. Обычно, видите, каждый день ставится сразу после глагола. То есть, по словам, каждый день. Это фраза. Jedentag. И далее немецкий. Deutsch. То есть, это очень естественно сказать именно так. Поэтому, по умолчанию, видите, эту конструкцию, видите, на речи, ставим, видите, здесь сразу после глагола. На речи, видите, jedentag. Видите, ich lerne jeden Tag Deutsch. Это важный момент. Значит, желательно, как видите, запоминать порядок слов. По-моему, где скажем, я каждый день изучаю английский. То есть, я, ich, каждый день изучаю английский. Видите, на втором месте глагол, поэтому получается, ich lerne каждый день jeden Tag English. И lerne jeden Tag English. Можно перевести, я изучаю английский каждый день. Значит, по умолчанию говорим именно так же. Ich lerne jeden Tag English. Отлично. Я хочу изучать немецкий каждый день. Я хочу. Ich will. Изучать немецкий каждый день. То есть, дословно, получается, каждый день. Jedentag. Немецкий. Deutsch. Изучать. Lernen. Ich will jeden Tag Deutsch lernen. Видите, то же самое, только, видите, раз модальный глагол, видите, will, получается, он в конец вошел второй глагол. Ich will jeden Tag Deutsch lernen. Отлично. Есть также еще другой глагол. Учиться. Обычно в каком-то высшем учебном заведении. Это глагол. Штудіган. 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 Или изучать там что-то. Например, скажем. Я изучаю медицину. Я изучаю. Их штудігэ медицину. Видите? Штудіган. Медицинэ. Медицин. Медицин. Медицинэ. И штудігэ. Медицинэ. Медицинэ. И штудігэ медицинэ. Я изучаю право. Я изучаю. Их штудігэ право. Видите? Югэ. Югэ. Югэ право. Это слово, наверное, отсюда юриспрудзенцэ. Да? Право. Юриспрудзенцэ. Югэ. Штудіган югэ. То есть я изучаю. Их штудігэ право. Значит, слово югэ. Их штудігэ югэ. Он изучает медицину. Он изучает. Он э. Вспоминая формы. Видите? Отбросили окончание. Отбросили и добавляли т. Получается э штудігэ. Значит, мы говорили медицину. Медицин. Медицин. Вот транскрипция. Медицин. Медицин. Э штудігэ медицин. Она изучает право. Она изучает. Зи. Штудігэ право. Югэ. Зи штудігэ югэ. Отлично. Следующий глагол. Интересовать. Вспоминаем. Некоторые глаголы мы проходили. Некоторые глаголы новые. Интергэси гэн. Интергэси гэн. Эта интересует ее. Эта. По умолчанию это используем эс. Эс. Интергэси гэн. Отбросили окончание. Добавили т. Эс. Интергэсиет. Её. Её это зи. Интергэси гэн. Это интересует зи. Эс. Интергэсиет зи. Отлично. Повторим. Лернэн. Ви лэбэн ун лернэн. Их лэрнэ ядэнтаг дойч. Их лэрнэ ядэнтаг эйнлэш. Их вил ядэнтаг дойч лэрнэн. Штудігэн. Их штудігэ медицин. Их штудіг югэ. Эр штудіг медицин. Зи штудіг югэ. Интергэси гэн. Эс. Интергэсиет зи. Эти вещи Интергэсиют его. Эти вещи. Значит, по умолчанию спойно слово Динга. Динга. Получается, дизе. Динга. Интергэсиют. Видите, раз они, зи, Значит, сам глагол без изменений. Интергэсиен. Его. Ин. Ин. Видите, если просто его, и далее нет, отначающихся слово, то ин. Дизе динга. Интергэсиен. Ин. Эти вещи интересуют ее. Эти вещи. Дизе динга. Интергэсиен. Интергэсиен. Ее. Зи. Опять, видите, здесь нет, отначающихся слова, поэтому именно так. А когда мы говорили, помните, ее помощь, там, его помощь, то уже было другое место мнение, то, что было относящие слово. А здесь нет относящихся слова, поэтому именно так. Дизе динга. Интергэсиен зи. Это интересует его. Это. Эс. Интергэсиен. Отбросили окончание. Давали ц. Эс. Интергэсиен. Его. Ин. Эс. Интергэсиен. Помогать. Хельфен. Хельфен. Итак, скажем. Эти упражнения помогают мне. Эти упражнения. Дизе. Упражнения. Убрэнген. Помогают мне. Помогают. Хельфен. Мне. Мир. Дизе. Убрэнген. Хельфен. Мир. Эти вещи. Помогают нам. Эти вещи. Эти. Дизе. Вещи. Динга. Помогают нам. Нам. Хельфен. Нам. Унс. Дизе. Динга. Хельфен. Унс. Теперь скажем в единственном числе. И подумаем, что изменится. Эта вещь помогает мне. Эта вещь. Значит, смотрите. Эта вещь. Вещь. Средний род. Видите? Нейтральный. Поэтому будет. Дизес. Дизес. Динь. Во-первых, изменится. Видите? Форма. Эта. Сейчас эта вещь. Дизес. С добавилось. Динь. Помогает мне. И форма помогает. Значит, вещь она. Поэтому помогает. Значит, мы с вами говорили. Отбрасываем окончание. Довляется т. Но помимо, что данный глагол неправильный. Поэтому хельфт. Форма хельфт. Дизес. Динь. Хельфт. Мне. Мер. И зас день хельфт. Мер. Хорошо. Отлично. Мой друг помогает мне. Мой друг. Майн. Друг. Фуэнд. Помогает мне. Друг он. Потом, видите, форма такая же. На конце т. Хельфт. Мне. Мер. Майн. Фуэнд. Хельфт. Мер. Теперь скажем во множественном числе. Мои друзья помогают мне. Мои друзья. Что изменится тогда? Майне. Эти э. Майне. И друзья. Фуэнде. Майне фуэнде. Тоже э на конце. Помогают. Хельфт. Мне. Мер. Майне фуэнде. Хельфт. Мер. Майне фуэнде. Далее. Помните, мы с вами и говорили, есть такой глагол, как жить. Это лебен. А проживать. Это глагол. Вонен. Вонен. Например. Они проживают в Берлине. Они. Си проживают в Берлине. Ин Берлин. Си вонен ин Берлин. Проживать. А лебен это жить. Итак, повторим. Дизе динга интегрессиерен ин. Дизе динга интегрессиерен си. Эс интегрессиерт ин. Хельфен. Дизе динга хельфен унс. Дизе динь хельфт мне. Майне фуэнде хельфт мне. Майне фуэнде хельфен мне. Вонен. Си вонен ин Берлин. Хорошо. Далее. Искать. Это глагол. Сухен. Сухен. Я ищу этот отель. Я ищу. Их. Зуха. Этот отель. Значит, отель средний род. Поэтому будет Дизес. Отель. Хотель. Их. Зуха. Дизес. Хотель. Отлично. Видите? Здесь видите по аналогии. Дизес. Хотель. И здесь также видите. Дизес. Дин. Хорошо. Скажем. Мы ищем этот отель. Мы ищем. Вер. Зухан этот отель. Дизес. Хотель. Вер зухан дизес. Хотель. Я ищу этот веб-сайт. Или я ищу этот сайт. Я ищу этот веб-сайт. Я ищу этот веб-сайт. Так, веб-сайт. Видите? Веб-сайт – это F – женский род. Поэтому Дизе веб-сайт. Дизе веб-сайт. Веб-сайт. Я ищу этот веб-сайт. Я ищу этот веб-сайт. Sie suchen diese Website. Отлично. Следующий глагол. Работать. Arbeiten. Я работаю каждый день. Я работаю. Ich работаю. Arbeite. Каждый день. Jeden Tag. Ich arbeite jeden Tag. Далее. Вот интересная такая вот фраза. Я работаю и учусь одновременно. Я работаю. Ich arbeite. И учусь. Und. Давайте по умолчанию использовать глагол. Lernen. Und lerne. Одновременно. Новое слово. Получается. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Считается как I. Комбинация. Это как H. Получается gleich. И далее как C. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Непростое слово. Согласен. Одновременно. Еще раз. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Ну, зато, конечно, это уже не начальный уровень. Но действительно мы же идем уже более высоким уровнем. Их arbeite und lerne. Одновременно. Вот когда пишешь, лучше запоминаешь. Вот написали. Прошли частично. Gleich. Gleich. Далее. Можно сказать наоборот. Я учусь и работаю одновременно. Значит, вот наше с вами слово. Gleich. Gleich. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Их lernen und arbeite gleichzeitig. Отлично. Спрашивать. Fragen. Fragen. Они спрашивают меня. Они спрашивают меня. Это будет Sie спрашивают Fragen меня. Sie fragen mich. Они спрашивают и отвечают. Они Sie спрашивают Fragen и отвечают. И Und отвечают Antworten. Sie fragen und antworten. Я спрашиваю тебя. Я спрашиваю. Ich frage Отлично. Повторим. Suchen. Suchen. Ich suche dieses Hotel. Wir suchen dieses Hotel. Ich suche diese Website. Sie suchen diese Website. Arbeiten. Ich arbeite jeden Tag. Ich arbeite und lerne gleichzeitig. Ich lerne und arbeite gleichzeitig. Fragen. Sie fragen mich. Sie fragen und antworten. Ich frage dich. ехать fahren. Fahren. Помним. Ехать куда-то fahren nach. Например. Я еду в Испанию. Я еду. Ich fahre в Испанию nach Испания Шпании. Ich fahre nach Шпании. Мы едем в Италию. Мы едем. We едем fahren в Италию. В nach Италию. Italian. We fahren nach Italian. Они едут в Китай. Они едут. Они едут sie fahren в Китай. Также nach и Китай. Вспоминаем, как это сказать. China. China. На английском это China. Здесь же это China. Sie fahren nach China. Хорошо. Также некоторые новые предложения. Конструкция завтра завтра еду в Германию. Завтра завтра это будет morgen это завтра я еду но глагол на втором месте поэтому будет fahre далее я ich в Германию в это nach и Германия Deutschland Deutschland Mogen fahre ich nach Deutschland Mogen fahre ich nach Deutschland Отлично. Можно сказать по-другому я еду завтра в Германию так будет я еду ich fahre завтра Mogen в Германию nach Германию Deutschland ich fahre Mogen nach Deutschland и обратите внимание видите если мы хотим сказать я еду в Германию завтра здесь также видите обычно мы наречия используем сразу после глагола видите ich fahre Mogen nach Deutschland то есть этап или в начало следующий глагол называться это глагол heißen heißen так и вежливая форма вы как вас зовут как это ви дословно зовут вас получается ви heißen вас sie ви heißen sie это вежливая форма вы если мы на ты значит как тебя зовут что изменится как ви тебя зовут вот у нас с вами видите глагол heißen и нужно запомнить что если на ты то форма heißt wie heißt и ты du wie heißt du wie heißt du и к примеру меня зовут Алекс меня зовут ich heiße Alex я heiße Alex для практики можно назвать свое имя и heiße отлично повторим fahren ich фahre nach спании wir fahren nach италии sie fahren nach China morgen фahre их nach Deutschland ich fahre morgen nach Deutschland heißen Хорошо. Следующий глагол «зарабатывать». Так, вспоминаем, это глагол «ведienen». «Я зарабатываю больше». «Я зарабатываю». «Их». «Ведине больше mehr». «Их ведине mehr». Можно, к примеру, сказать «Я зарабатываю больше денег». «Их ведине больше mehr денег Geld». «Их ведине mehr Geld». «Он зарабатывает так много». «Он». «Э» зарабатывает, видите, глагол «ведienen». Значит, если «он», отбросили окончание два лица, получается «эфидинт так много». «Зо филь». «Эфидинт зо филь». «Он хочет зарабатывать больше денег». «Он хочет». «Э». «Он хочет». «Зарабатывать больше денег». «Но глагол в конце, поэтому скажем «больше денег». «Мэ». «Гельд». «Зарабатывать». «Фидинен». «Эвиль не гельд фидинен». «Эвиль не гельд фидинен». «Хорошо». Следующий глагол «есть». «Кушать». «Эсен». «Эсен». «Я ем сейчас». «Я ем». «Их эсе». «Сейчас. «Ецт». «Я ем дома». «Их эсэ». «Дома. Я ем достаточное. Я ем. Я ем. Достаточно. Это слово. Генуг. Генуг. Достаточно. Получается, я ем. Достаточно. Генуг. Я ем. Генуг. Он ест достаточно. Он ест. Он е. Помню, что у этого глагола неправильные формы. Поэтому говорим «э ист». «э ист» достаточно. Генуг. «э ист» генуг. Если бы забыли формы, еще раз посмотрите уроки. Мы с вами разбирали как раз эти глаголы. Здесь же мы с вами добавляем также новые глаголы и новые фразы. Итак, повторим. «Федінін». «Их ведінінэ». «Их ведінінэ мэ гэлд». «Их ведінін зо віл». «Их ведінін зо віл». «Их віл мэ гэлд ведінін». «Эссен». «Их ессі јць.» «Их ессі зу хаузе». «Их ессі генуг». «Их ессі генуг». «Их ессі генуг». Отлично, друзья мои. Переходим к практике. «Их ессі генуг». «Их ессі генуг».